МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытался насильно сбрить бороду своему знакомому. В Гомеле не на шутку повздорили соседи. Нагревая воду, главное не горячиться. Почему в период отключения водоснабжения растет число ожогов? И как этого избежать? Не давать смартфон третьим лицам, как защитить себя от мошенников, чтобы не остаться должным оператору сотовой связи? О киберпреступности, крадерах в сети и уголовной ответственности поговорим с экспертом. А также драка маляров в подвесной корзине, погоня за домом на колесах и опасные мотокроссы в рубрике «Я очевидец». И начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. В Добружском районе пьяный мотоциклист врезался в металлическое ограждение на мосту через реку Уть. ДТП произошло на участке автодороги Уть-Высокий хутор. 42-летний водитель не имел права управления, ехал без мотошлема и на высокой скорости. На мосту он не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение, после чего попал в реанимацию. В Гомеле погиб пассажир внедорожника. Авария произошла на пересечении улицы Горенко и Сверидова. Автомобиль марки «Ниссан» на высокой скорости выехал на тротуар и врезался в осветительную опору. Удар был настолько мощным, что основание мачты сильно деформировалось, а у автомобиля раскурочило всю переднюю часть. Внедорожник развернуло и отбросило на дорогу. Чудом не зацепило людей. Металлическая опора спасла их от наезда и устояла в результате ДТП. Под ней поднялась даже брусчатка. На панели приборов автомобиля стрелка спидометра застыла на отметке в 130 км в час. За рулем находился водитель, рядом сидел пассажир. Первого доставили в больницу, второй погиб на месте. Обстоятельства и личности мужчин устанавливают следователи. Как сообщили медики, водитель практически не пострадал, у него ушибы и ссадины. Сейчас выясняется, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения и почему совершил ДТП. Ясно одно, что если бы на пути внедорожника не оказалась металлическая опора, машина поехала бы прямо на пешеходов через переход в сторону продовольственного магазина. По факту смерти пассажира в Следственном комитете возбудили уголовное отдело. Проводится выяснение всех обстоятельств ДТП. В областном центре не на шутку повздорили соседи. Один другому попытался сбрить бороду. В больницу обратился житель Гомеля с порезом шеи. Мужчине оказали необходимую помощь, обработали рану и отпустили домой. Как выяснилось, 30-летнего мужчину травмировал его знакомый, проживающий этажом выше. 56-летний сосед пытался насильно сбрить бороду молодому гомельчанину. Теперь пострадавший может написать на обидчика заявление в милицию. Тракторист одного из предприятий Гомеля, управляя служебным трактором МТЗ с прицепом, двигаясь около 14 часов по улице Некрасова в агрогородке Красное Гомельского района, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении местного велосипедиста. В результате 42-летний мужчина был госпитализирован и позднее скончался в больнице. Двухнедельное отключение горячей воды, казалось бы, уже давно привычная процедура для жителей крупных городов. Однако, как показывает многолетняя практика, этот период не проходит без дополнительных ЧП, которые связаны с этим технологическим процессом. Насколько он необходим и как свести к нолю риск возникновения чрезвычайных ситуаций в период, когда воду приходится нагревать на газовой плите? В следующем материале. И давлением из магистрального трубопровода до 16 атмосфер разорвало чугунные радиаторы отопления в вышестоящей квартире. Проверка на прочность систем отопления необходима для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации в отопительный период. В регионе в этом году планируют заменить 114 километров тепловых сетей. По данным, на середину мая полностью отремонтировано уже более 16 километров. Испытания на прочность проводятся ежегодно в течение двух недель согласно графику, который рассылается во все домоуправления и жилищные кооперативы города. Но к этим испытаниям, как оказалось, не все подошли ответственно. Потребителей всех по каждому административному району и району тепловых сетей мы заблаговременно, не позднее, чем за 10 дней оповещаем. Оповещение проводится с использованием всех существующих средств массовой информации, такие как радио, телевидение, интернет, источники, в которых мы предупреждаем о том, что потребителям необходимо своевременно в день проведения гидравлических испытаний до начала этих испытаний, до 10 утра, закрыть все водные задвижки, при необходимости установить металлические заглушки, дабы избирать каких-то плачевных последствий от испытаний. На практике ЧП с гидравлическими испытаниями систем теплоснабжения бывают самые разные. От порыва трубопроводов в домах до фонтанов, которые начинают бить прямо из-под земли. И нередко отключение горячей воды на период проверок становится условием для бытовых травм и увечий. Жильцы многоэтажа греют воду на газу и с помощью электроприборов, забывая о том, что огонь, электричество, да и сам кипяток являются источником повышенной опасности. На территории Гомельской области за период 4 месяцев зарегистрировано более 40 происшествий с участием нестрешлетних, пострадавших от нестречаственных случаев, в том числе 4 из них с летальным исходом. Основной причиной участия нестрешлетних в происшествиях является отсутствие должного контроля со стороны родителей, в том числе и нахождение их дома. Когда дети находятся дома, родители в других комнатах не всегда уделяются внимания их поведению тому, чем они заняты. Дети начинают интересоваться опасными вещами, резетками, чайниками, электроаппаратурой и так далее, в результате чего получают телесные повреждения. Как только люди начинают усиленно греть воду, увеличивается количество обращений за медицинской помощью. Часто с термическими ожогами поступают дети. В минувшую субботу, 18 мая, в отделение реанимации 1-й Гомельской городской больницы из квартиры многоэтажки на улице Ивана Мележа доставлен годовалый ребенок. Малыш опрокинул на себя кастрюлю с нагретой водой. Неделя ранее в больницу был доставлен светлогорский мальчик с сильнейшими ожогами грудной клетки, обоих предплечий, левой голени и стопы. Всего 15% площади тела. В ванной полуторагодовалый малыш опрокинул на себя со стула таз с кипятком. А накануне этого случая закипевшую воду из электрического чайника на себя вылила трехлетняя гомельчанка и тоже получила серьезные травмы. Термические ожоги горячей жидкостью часто видят травмы детей. В связи с особенностью индивидуального детского организма данные ожоги протекают весьма тяжело. При небольшой площади ожога может возникнуть ожоговый шок и опасное для жизни состояние, которое может закончиться в том числе смертельным исходом. Также ожоги заживают с образованием грубой рубцовой ткани и требуют пооперативных вмешательств для пластических операций, в том числе пересадки кожи в случае глубоких ожогов и незаживления ожогов самостоятельно. Однако прогресс не стоит на месте и сегодня уже существуют различные технические решения, чтобы в период отключения горячей воды получать ее, не рискуя здоровьем. Существует проверенная техническая возможность иметь горячую воду как на даче, так и в квартирах на время отключения горячей воды. Это кран-водонагреватель. Подключается холодная вода, розетка, и вы имеете горячую воду в любом месте, в любое время. Какого-то специального навыка для подключения не требуется. Любой сантехник, либо просто мужчина, имеющий обращаться с ключом, сможет это сделать. Куй железа, не отходя от кассы. Крылатое выражение, как нельзя кстати, подходит к мошенникам, которые только в Гомельской области обманули более полусотни человек. Все дело в доверчивости людей и мобильном приложении одного из операторов сотовой связи, который посредством веб-банкинга предоставляет сумму авансового платежа. Все работает безопасно, если не передавать незнакомцам свой номер телефона и кодов смс-оповещений. Но как разглядеть в приличном человеке афериста, который придумает любые истории, чтобы отнять ваши деньги? В следующем материале. Остап Бендер века интернета и мобильных технологий. Именно так можно назвать гомельчанина, который в Гомельской области обманул более 50 доверчивых абонентов одного из операторов сотовой связи. Все дело в мобильном приложении, в котором по номеру абонента предоставляется лимит в размере 100 белорусских рублей. Владелец его кошелька может воспользоваться этой суммой авансового платежа как угодно, перевести на любой номер или счет, пополнить баланс за пользование интернетом. И об этом хорошо прознали мошенники. Достаточно получить от лица, который располагает сим-картой соответствующего оператора, смс-сообщение, которое необходимо для регистрации приложений. В дальнейшем после регистрации приложений возможно осуществлять любые платежи в рамках пополнения каких-то банковских карт, переводов и прочее. Все услуги, которые представляет интернет-банкинг любого банковского учреждения, также доступны для пользователей данного приложения. Главное – втереться в доверие. 20-летний гомельчанин, который ранее был судим за наркотики, подходил к людям на улице, знакомился в социальных сетях и узнавал их номера телефонов. После регистрировал их в приложении V-банкинг одного из мобильных операторов, активировал V-кошелек и переводил предлагаемый лимит в 100 рублей на свою сим-карту. Далее через систему ЕРИП отправлял их на банковские карты и электронные кошельки. В настоящее время заинтересовалась данной проблематикой прокуратура области, направлена соответствующему оператору связи документ об устранении данных недостатков. В настоящее время все находится на стадии разрешения. Однако мошенники используют и другие способы отъема денег. Например, популярен развод в социальных сетях, когда с вами неожиданно начинает переписываться ваш друг и просит реквизиты банковской карты, чтобы перевести на нее свою зарплату, объясняя это тем, что его карта просто просрочена. К сожалению, наши граждане не удостоверяются о том, что это действительно от друга пришло сообщение и все-таки предоставляют эти реквизиты. Уже потом, спустя некоторое время, получают смс-уведомление о том, что списываются денежные средства со счета. Злоумышленнику достаточно считанные минуты для того, чтобы оформить регистрацию в М-банкинге, либо в интернет-банкинге и уже соответствующе проводить все необходимые для него операции. То есть вывод денежных средств на другие счета, либо Яндекс.Деньги, либо Киеви кошелек. Покупая товары по объявлениям, важно спрашивать у продавца товарный чек и гарантийный талон. Ведь может оказаться так, что купленный с рук телефон или планшет был приобретен в рассрочку, причем на третьих лиц. И такую сделку милиция может посчитать незаконной. Покупку придется вернуть, а значит потерять отданные за нее деньги. В общем, важно проверять, а уж потом доверять незнакомцам как в интернете, так и на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы посмотрели сюжет. Расскажите, все-таки вот эта схема, когда человек подходит на улицу, просит телефон для того, чтобы перевести просто на свою карту деньги или зарплату, какую он еще историю придумал. Что нужно знать, чтобы не попасться на эту уловку и вовремя распознать добропорядочный этот гражданин или какой-то мошенник? Вы знаете, данные, факты на территории Гомельской области уже не единичны. Да, действительно, злоумышленники путем входа в доверие гражданам просят, как вы говорите, перевести деньги, позвонить. Что они конкретно говорят? Самое распространенное. Вы беседовали с такими людьми, знаете. В принципе, повод для получения телефона любой. Срочно позвонить. Как и основное, это срочно позвонить. Либо же, как говорят о том, что у меня заблокировалась симка, а мне должны деньги перевезти. И хотел бы, можно ли воспользоваться вашим абонентом для перевода. Поэтому наш гражданин, а у нас наши граждане очень добропорядочные, готовы помочь в любой ситуации, даже не подозревая о том, что наши злоумышленники готовы пойти на все, чтобы обмануть их, войти в доверие. И когда через месяц им приходит информация о том, что им надо погасить сумму, которую так называемые использовали злоумышленники, они обращаются к тому оператору, который предоставлял данную услугу. Самое главное, чтобы не попасться на удочку мошенника, если вас просят позвонить, дать телефон позвонить, наберите сами номер телефона. Спросите, действительно ли нужна помощь, передайте всю информацию, которую хочет человек передать второму абоненту и передайте ее. В случае, если, как говорят у нас злоумышленники, хочет перевести деньги, посоветуйте обратиться тоже любому оператору, обратиться или пополнить свой счет. Не обязательно, конечно же, да, очень много способов. Да, решить проблему очень много. Просто давить на то, что сейчас и срочно. Вот эта секунда, которая решает все. Или, как говорят некоторые при беседе с злоумышленником, говорят, я давил, да, правильно, вот-вот-вот деньги, если я сейчас не переведу, не сделаю транзакцию или не смогу получить доступ, деньги спишут. Чтобы человек просто в стрессовое положение ввести. Да, не смог обдумать то, что ему, как говорят, когда человека загружают в большом количестве информации, он не успевает ее перерабатывать. А самое главное в беседе нашего человека с заявителем, это то, что надавить на то, что вот-вот, надо сейчас и срочно. Поэтому, как я еще раз повторяюсь, наши люди, наши граждане очень добропорядочны. Они готовы прийти на помощь в любой ситуации. Среди этих добропорядочных и доверчивых граждан наибольшее количество это молодежь, школьники, пенсионеры, вот кто больше всего попадался. Все слои населения. Если полностью все слои населения, нельзя сказать, что там школьники больше или там меньше, все слои населения, школьники, молодежь, пожилые граждане, все готовы помочь. Хорошо, давайте поговорим про киберпреступления. Вот на сегодняшний день, каков портрет киберпреступника? Хорошая фраза, говорит, портрет. Это молодой человек, это образование. Нет, по Гомельской области это молодежь с 18 лет. 90% лиц, привлеченных к уголовной ответственности, это действительно с 18 лет мужчины. Большая часть преступлений, которые совершены, это молодежь. Поэтому говорить о лице киберпреступника, да, это, как говорится, молодая, молодые киберпреступники. Кроме этих мошеннических манипуляций, когда они просят предоставить реквизиты банковских карт, опять же, чтобы якобы перевести свою зарплату на твою карту, потому что моя заблокирована, ну там и другие бывают способы обмана. Есть ли еще какие-то манипуляции, на которые стоит нашим людям, гражданам, обратить внимание, чтобы не попасться на уловку? Ну, самое сейчас распространенное, значит, в принципе, она и была распространенным, это когда злоумышленники, значит, осуществляют несанкционированный доступ к учетным записям в социальных сетях. Это уже взлом называется? Да, это уже называется взлом, или так называемый несанкционированный доступ. В последующем, уже выступая от лица нашего, кого взломали, будем так называть, значит, или потерпевшему, значит, рассылает из списка друзей сообщение о том, что, как и всегда, помочь предоставить реквизиты карточки, платежные карты, для того, что, как говорится, у него заблокировалась карта, как и опять, срочно надо перевести. Именно здесь фраза, как и во всех всегда, срочно, потому что, чтобы не было потерпевшему мысли на обдумывание, понимание срочности, значит, человек в беде. Это же история, быстрее, быстрее, быстрее переведи, а потом... Да, а потом будем разбираться. А потом меня уже не будет на этом месте. Да, поэтому получается, что когда, значит, граждане получают из списка друзей сообщение, предоставь реквизиты своей платежной карты, даже не обдумывая предоставлять, ну, потому что кто попросил, друг, знакомый, родственник, даже не обдумывая о том, что данную страницу могли, так называемое, взломать. А банальная, простая вещь, позвонить другу, знакомому, даже мысли не появляются о том, что это сделать. Все начнут опять отписываться ВКонтакте, там, а вот забывают, что можно напрямую сразу узнать, так ли это. У меня, значит, у нас была ситуация, значит, когда злоумышленник взломал страницу и начинает переписываться ВКонтакте с списком друзей. Ну, значит, на той стороне друг, значит, злоумышленник у нас просит у друга карточку, друг, видно, слышал, что есть все-таки такие действия, мошенничество, завладение. И в переписке, значит, когда мы уже беседовали с потерпевшим, он говорит, а может, ты меня все-таки обманешь со стороны злоумышленника? Нет, 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 такого не может быть, я честный человек, ты же меня давно знаешь, я же твой друг, прежде чем писать сообщение, наши злоумышленники читают всю переписку наших пользователей. То есть изучают. Они изучают личность человека, они изучают, как, с кем они беседуют, и с друзей, в какой манере. Поэтому, когда беседа идет с человеком из списка друзей, вторая сторона даже не подозревает, что это все-таки не друг или подруга пишет. И поэтому, как я говорю, это приходят на помощь. Ну, а в последующем, уже получив реквизиты карточки платежные, происходят незаконные транзакции, и деньги списываются со счета. Несанкционированный доступ к компьютерной информации – это уголовная статья. Да. Как много таких преступлений в Беларуси, ну и, скажем, часто ли именно Беларусы станут фигурантами уголовных дел по сравнению с мировым уровнем преступления? На территории Гомельской области несанкционированный доступ к компьютерной информации с каждым годом возрастает. Это говорит о том, что, как говорится, наши киберпреступники все больше и больше отдаются в стезе взлома. Давайте говорить прямо, это молодые люди? Молодые люди. Молодые люди, ну, если честно, я не встречал еще пожилых, которые взламывались. Ну, даже, наверное, после 40-ка это тоже уже исключение. Да. До 35-ти. До 35-ти лет. Поэтому самое главное – взлом, как мы обсуждаем эту тематику, до 35-ти лет. И именно тематика, смысл взлома и последующая просьба – это обогащение. Быстро и сразу. А с какого возраста начинается ответственность уголовная? Значит, в 16-м году было изменение в уголовном законодательстве, и уголовная ответственность наступает по статье 212, это хищение путем использования компьютерной техники, 14 лет. Поэтому сейчас у нас и молодые киберпреступники могут попасть на скамье посудимых. Был такой пример, как один школьник из Беларуси создал официальный сайт помощи жертвам трагедии в Нью-Йорке, и таким образом люди стали вносить пожертвования, и таким образом этот молодой человек обогатился. Есть ли еще подобные примеры у нас в стране? Нет, ну про Нью-Йорк, про помощь не скажу. О том, что, как я еще раз говорил ранее, о том, что наши граждане всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации. А как распознать вот такие фейковые страницы? Опять же, пожалуйста, что-то случилось, тут же быстренько сориентировались мошенники, создали такие сайты, и люди думают, что да, да, это все официально, действительно собираются деньги. На что обратить, на какие нюансы обратить внимание, может быть, на страницу, может быть, в адресе, чтобы распознать, ага, вот, скорее всего, это что-то здесь нечистое. Вы знаете, официально сбор пожертвований, это происходит на официальных сайтах. А если же на официальных сайтах любых, ну, в принципе, на любых официальных сайтах, значит, наши злоумышленники, правильно говорите, делают фейковые страницы. То есть они изменяют домины и имена таким образом, что приписываются некоторые символы. То есть надо внимательно смотреть на домины и имена. Это раз. Второй вопрос, действительно, если же вы хотите оказать помощь, так, есть контактные телефоны. Если уже контактные телефоны тоже бывают злоумышленники. А, как правило, они на конце провода там просто гудки, и никто не ответит. Если никто не отвечает, и все-таки действительно вы не даете, то можно подумать о том, что это мошенник. Ведь если люди говорят о пожертвовании, да, то на конце этого провода всегда сидит человек, который говорит, да, действительно, для чего, как и что сделать. Они говорят, дождитесь... Есть обратная связь. Да, обратная связь. Или дождитесь гудка, да, ответа. Ну, в принципе, внимательно относиться к тем сайтам, где вы хотите оказать пожертву. Ну, и последний вопрос, чтобы не взломали, что делать? Чтобы не взломали страницу, аккаунт и так далее. Ну, в первую очередь, у вас пароль должен состоять не из двух и из трех символов. А действительно, пароль содержать как символы, так и циферные обозначения. Можно как заглавные, так и прописные. Значит, чаще менять. Не посещать ресурсы, которым вы не доверяете. Либо же в случае, когда вы, значит, у нас очень много фейковых страниц, предназначенные при переходе, происходит. Когда вы на ленте, либо же на сайте посетили какой-то сайт, просматривая ту или иную информацию, да, прошли по ссылке. Создаются фейковые страницы, где предлагается ввести логин и пароль для прохождения теста, например. Там указывают логин и пароль, например, укажите ВКонтакте. То есть ссылка на ваш контакт. Не стоит этого делать. И самое главное, значит, не забудьте, что ваша информация, это ваша личная информация, никому не передавать, никому не предоставлять ее. И вы уберегете себя от действий злоумышленников. Игорь Александрович, я благодарю вас за конструктивный и полезный разговор. Спасибо. Спасибо. Ну а далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и видео, снятого людьми со всего мира. В Техасском Мидленде грузовой поезд на переезде сбил автомобиль помощника шерифа. Полисмен спешил на вызов по оказанию помощи ребенку и тронулся с места сразу после того, как проехал первый состав. Он не ожидал, что по соседним путям в этот момент будет следовать второй. Под его удар и попал полицейский автомобиль. Помощь ребенку все равно пришла вовремя, а помощник шерифа в больнице. Высота лишь накаляет градус. На расстоянии в 30 метров над землей у этих маляров обострились чувства. Трудно сказать, что стало поводом конфликта, но выяснять отношения они стали прямо в подвесной люльке. Неизвестно, чем закончилась драка, но более опасной для этого занятия площадки сложно себе представить. Сообщается, что за допущенный инцидент рабочие были оштрафованы службой охраны труда на предприятии. 11 друзей Оушена отдыхают по сравнению с компанией молодых людей, которые при помощи маек, скатерти и полотенец стащили с балкона соседа ящик пива. К связанным в канат вещам они привязали крюк и попытались зацепить им желанный продукт. Рыбалка оказалась успешной. Поднять ящик пива удалось без потерь. Вот только за свой поступок пришлось отвечать перед полицией. А видео послужило доказательством. Видимо, наглость – это второе счастье. Так можно оценить поступок двух американок из Калифорнии, которые среди бела дня схватили в охапку одежду в супермаркете и напролом понесли ее к выходу. Там им попытался оказать сопротивление охранник. Часть вещей ему удалось отбить, но прыть женщин была велика, и некоторое количество одежды они все-таки смогли унести. Просто погрузили ее в машину и дали по газам, едва не сбив пешехода. Полиция Кишинева разыскивает пьяного уличного хулигана, который ни за что, ни про что ударил на тротуаре двух женщин. Они должны были с ним разминуться. Но, видимо, мужчине не понравилось их приближение, и он одновременно ударил обеих дам кулаками в грудь. Одна из них от этого даже упала на тротуарную плитку. А обидчик, стиснув кулаки, продолжил идти уверенной походкой. Теперь его разыскивают правоохранители. В Новом Орлеане полиция догнала преступника, который попытался угнать дом на колесах. Преследование получилось опасным. Угонщик не сдался, пока полностью не разбил украденный автофургон. Видеосъемку с воздуха вел полицейский квадрокоптер. Сначала нарушитель сбил пальму и раскурочил часть обшивки машины, а через несколько минут поймал бордюр. После чего из салона через лобовое стекло выпало находившееся в трейлере собака. Дальше пошли одни неудачи. На повороте повреждения только добавились. На 12-й минуте погони полуразрушенный дом на колесах врезался в легковушку, но после этого все еще продолжил движение. А на 13-й ударил в левое крыло БМВ, после чего съехал с дороги и застрял в кустах. Водитель пустился в бега, но оперативно был схвачен полицией. К ее удивлению, им оказалась женщина. Пенза. Соревнования по мотокроссу. Неудачно стартовали три спортсмена. Один из них зацепил мотоциклом коллег по заезду, и на подъеме трассы все трое вылетели за ее пределы. Как сообщили местные СМИ, у одного из них переломы обеих ног, у другого сотрясение мозга и сломана рука в двух местах, а у третьего синяки. Неоправданная тяга к победе, но спорт есть спорт. В мотокроссе от аварии никто не застрахован. В Верхнезейске Амурской области туристам пришлось менять колесо автомобиля автоматом Калашникова. Баллонный ключ гайкам не подошел, и на помощь пришла смекалка и легендарное оружие. С помощью автомата людям удалось снять запаску и заменить лопнувшее колесо. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»